Думаете, этот старичок обычный пенсионер? Нет. Ему удалось получить суперспособность, благодаря которой он может уничтожить весь мир. Как так вышло, вы узнаете из обзора на фильм «Инуясики». У этого мужчины есть жена, дочь и сын, но родные совсем его не любят, так как он старый и бедный. И дома, и на работе его постоянно ругают. Однажды по дороге домой он видит грабителей, напавших на прохожего, но трусливо уходит прочь. Это замечает его дочь Мари и называет отца слабаком. Вечером в дом Инуясики приходит рыжая собака, и мужчина решает оставить ее себе. Он плохо себя чувствует и идет к врачу. Там Инуясики узнает, что у него рак четвертой стадии, ему осталось жить несколько месяцев. Наш герой пытается позвонить своей семье, но никто из его родных не берет трубку. Инуясики идет выгуливать свою собаку. Мужчина начинает горько плакать. Рядом на скамейке сидит грустный парень. Внезапно на небе появляется яркий свет и раздается сильнейший взрыв. Мы видим какие-то силуэты и слышим странные звуки. Похоже, это инопланетяне, прилетевшие на Землю. На рассвете Инуясики приходит в себя. К нему спешит верная собака. Мужчина замечает, что хорошо видит даже без очков и очень этому удивляется. За завтраком наш герой понимает, что не чувствует вкуса пищи и жадно пьет воду из-под крана. В своей комнате Инуясики видит, что его тело стало невероятно сильным. Из его руки появляется странное механическое приспособление и только что съеденный суп оказывается на шторах. Мужчина подходит к зеркалу и видит, что внутренности его головы наполнены электронными механизмами. Более того, его руки могут трансформироваться в настоящее оружие. Лишь тогда Инуясики начинает понимать, что он не человек, а робот. В это же время ученик по имени Хиро Шишигами замечает, что его друга Науюки Андо или просто Чокко не было в школе и идет его навестить. Шишигами показывает парню свои новые способности. Он выставляет пальцы руки, делая жест пистолетом и направляет их на пролетающую рядом птицу. Бах! И от нее остаются лишь перья. Мы понимаем, что Шишигами это тот самый парень, что сидел на скамейке во время взрыва в парке. Значит и он теперь тоже робот. Чокко впечатлен. На парковке Шишигами движениями руки запускает машины и заставляет их разбиваться. Парень показывает другу свое тело киборга и говорит, что он больше не человек, а супергерой. В это же время инуясики грозятся уволить с работы и он на коленях умоляет своего босса этого не делать. По дороге домой мужчина видит раненого голубя. Он берет его в руки и внезапно запускается какая-то программа, которая исцеляет бедную птицу. Голубь улетает в небо, а инуясики счастливо улыбается. Он слышит в своей голове голоса помощи и следует за ним. Мужчина приходит в больницу и видит там больного мальчика. Инуясики пытается вылечить его так же, как голубя на улице, и… у него получается. Мальчик открывает глаза, встает и снимает с себя кислородную маску. Это настоящее чудо! Инуясики улыбается и уходит прочь. Теперь он чувствует себя нужным, важным и полезным. Однако в это же время происходит кое-что очень плохое. Шишигами с Чокко приходят в школу, там же учится и Мари, дочь инуясики. Чокко окружает толпа хулиганов и начинает ему угрожать. Шишигами с силой хватает одного из них за руку и едва не ломает ему кости. Тот падает на колени и просит прощения. Шишигами направляет на хулигана руку, снова делая пальцами тот самый жест пистолетом. В последний момент Чокко останавливает друга. На перемене к Шишигами подбегает одноклассница по имени Шион и признается парню в любви. Он снисходительно улыбается и уходит прочь. Шишигами едет к своему отцу. Они с матерью в разводе и у мужчины теперь новая семья, однако все они очень любят этого парня. В самый разгар веселья герой снова делает пальцами свой опасный жест. Но глядя в перепуганные глаза сводной сестры, он не решается это сделать. Шишигами идет по улице. Внезапно он врывается в чей-то дом и с помощью своего жеста пистолетом лишает жизни неизвестного мужчину, а потом и его жену. В этот самый момент Инуясики с помощью своих суперспособностей излечивает людей в больнице. Внезапно мужчина слышит крик о помощи. Он мчится к дому, где в этот момент находится Шишигами, но не успевает. Он видит на полу в коридоре девушку без признаков жизни. Мужчина пытается ее излечить, но это уже невозможно. Инуясики входит в комнату и там замечает еще два тела, а также самого Шишигами. Парень снова использует свой жест пистолетом, из-за чего Инуясики отлетает в стену. Но мужчина тоже робот, поэтому быстро приходит в себя. Он выбегает на улицу и видит, как Шишигами улетает прочь на реактивном двигателе. Инуясики понимает, что Шишигами такой же робот, как и он, но не знает, зачем парень совершает такие преступления. На следующий день Чокко спрашивает у Шишигами, зачем он лишил жизни молодую семью. Парень отвечает, что он стал богом и будет использовать свою силу так, как сам захочет. Науюки приходит в ужас и просит Шишигами больше никогда к нему не приходить. Парень возвращается домой. Мать рассказывает ему о том, что у нее рак на последней стадии и женщины скоро не станет. В это же время Инуясики возвращается домой и застает очередную семейную ссору. Сын ворует у матери деньги, а дочь не хочет учиться, а мечтает стать писательницей. Мужчина снова слышит только упреки и оскорбления в свой адрес. Ночью Инуясики горько плачет в своей комнате. Внезапно он вспоминает о Шишигами и решает остановить злодея. Мужчина хватает на руки любимую собаку и активирует свой реактивный двигатель. Он с огромной скоростью летит по городу и приземляется возле скамейки, на которой сидит заплаканный Чокко. Инуясики рассказывает парню о том, что произошло с ним и Шишигами. Тот уверяет, что его друг, на самом деле хороший парень, просто жизнь сделала его жестоким. Вместе они пытаются найти способ его остановить. Но сначала Инуясики должен научиться управлять своими суперспособностями. Он пытается использовать тот самый жест пальцами, чтобы разбить жестяную банку, но ничего не выходит. В это же время врач на приеме сообщает о том, что мать Шишигами полностью здорова. Похоже, даже наш злодей умеет исцелять людей. Они с матерью радостно смеются, и тут их окружает полиция. Парня подозревают в серьезных преступлениях. Шишигами пытается сбежать. Между ним и полицейскими завязывается драка, но он легко с ними расправляется. Запустив реактивный двигатель, парень улетает прочь. Сюжеты о нем показывают во всех новостях. Шишигами находит Шион, та самая девушка, что признавалась ему в любви. Она приглашает его в свой дом и предлагает пожить у нее. В это время Инуясики наконец-то начинает хорошо управлять своей силой. Но он быстро устает, и из-за этого пьет очень много воды. Внезапно эта вода буквально выливается из него, как когда-то соленый суп. Но почему такая реакция? Чокко понимает, что это была вода для спортсменов, и в нее добавили соль. Возможно, роботы не переносят соленое? Вечером Мари возвращается домой и видит отца в компании своего одноклассника Чокко. Ее это очень удивляет. Девушка останавливает парня на пути домой и требует объяснений, но он убегает прочь. Наступает ночь, Шишигами смотрит новости. Он узнает, что его мать не выдержала обвинений против любимого сына и лишила себя жизни. Парень горько плачет. Он читает комментарии людей, которые проклинают его. Шишигами находит одного из самых злобных комментаторов и подключается к его компьютеру. Увидев на экране Шишигами, мужчина ехидно хохочет. До тех пор, пока тот не направляет на него тот самый жест пистолетом. Бах! И на свитере мужчины появляются красные пятна. Мы понимаем, что Шишигами может использовать свои силы даже через экран компьютера. Шишигами подключается к компьютеру следующего комментатора и делает то же самое. А потом снова, снова и снова. Количество его жертв измеряется десятками. Уставший Шишигами жадно пьет воду из-под крана, после чего признается Шион, что это он преступник, которого все ищут. Парень демонстрирует ей свое тело киборга, хватает ее и запускает свой реактивный двигатель. Он летит по городу с кричащей девушкой в руках и заявляет, что отныне весь мир его враг. Несмотря на это, Шион умоляет парня не бросать ее. Шишигами обнимает девушку и обещает быть рядом с ней. Ночью Шион идет выпить воды. В этот момент в ее дом врываются полицейские и открывают огонь. Шишигами пытается прикрыть девушку своим телом, после чего многократно использует тот самый жест пальцами. Все полицейские падают без признаков жизни. Однако у Шишигами не получилось спасти Шион. Девушка тоже лежит на полу и не дышит. Парень в отчаянии. Он улетает прочь. Инуясики смотрит очередной выпуск новостей о преступлениях Шишигами. Он просит родных оставаться дома и выключить телефоны, но они, как всегда, лишь с презрением смотрят на него. Дочь Инуясики, Мария, отправляется с подругами на экскурсию в один из огромных небоскребов. На всех экранах города транслируют новости о Шишигами. Внезапно сам парень взламывает городские компьютеры и все видят его лицо. Он обращается к людям и заявляет, что собирается лишить жизни 120 миллионов человек. Парень направляет на жителей города свой жест пистолетом. Но люди только смеются и не воспринимают эти угрозы всерьез. Ровно до тех пор, пока первый прохожий не падает на землю. Второй, третий. В городе начинается паника. Все пытаются убежать подальше от экранов, но они везде. Более того, Шишигами взломал все мобильные телефоны в городе. И каждый человек с телефоном моментально может стать его очередной жертвой. Инуясики слышат миллионы голосов о помощи. Он тоже взламывает электронную систему города и транслирует в виде обращения Чокко, который просит всех уйти прочь от экранов и выключить свои телефоны. Многие прислушиваются к его совету. Шишигами в ярости. Он запускает свой реактивный двигатель и направляет по всему городу лучи белого цвета, которые разрушают здания. С окна небоскреба Мари видит, как город охватывает огонь. Однако благодаря этому Инуясики понимает, где прячется злодей и бросается к нему. Мужчина использует жест пистолетом, однако для парня это настоящая мелочь. Он запускает плазменные двигатели и между роботами начинается сражение в воздухе. Инуясики едва не врезается в здание, а тут еще и Шишигами начинает запускать в него свои взрывные лучи. Внезапно Инуясики слышит голос о помощи. Это его дочь Мари. В небоскреб, в котором она находилась, тоже прилетел такой луч. Теперь там все в руинах. Инуясики мчится спасать Мари, пробивая своим телом дома и даже поезда метро. Он оказывается на небоскребе, но сверху уже стоит Шишигами. Продолжается сражение. Шишигами сбивает вертолет. Инуясики удается спасти одного пилота, однако вновь появляется наш главный злодей. Он использовал много силы и хочет выпить воды, но Инуясики выбивает у него из рук бутылку и бросает в его сторону свою, с соленой водой. Шишигами хватает ее и жадно пьет, после чего снова атакует Инуясики. Мужчине даже приходится вылететь за пределы планеты, чтобы избежать столкновения со взрывными лучами. Теперь они сражаются в открытом космосе. Внезапно Шишигами становится плохо от соленой воды. Инуясики пользуется этим шансом и запускает в злодея огненный луч. Происходит взрыв. Инуясики возвращается на Землю, чтобы спасти свою дочь. Он находит ее под завалами, но девушка не подает признаков жизни. Несмотря на это, он пытается ее реанимировать и делает Мари искусственное дыхание. Внезапно девушка открывает глаза и начинает кашлять. Она обнимает отца и плачет. И тут Инуясики отлетает прочь от сильнейшего удара. Это Шишигами, и он все еще жив. Парень направляет на девушку тот самый жест пальцами. Инуясики бросается на злодея, но не успевает. Мари сильно ранена. Между роботами завязывается рукопашный бой. Однако Шишигами гораздо сильнее. И буквально размазывает своего противника по стенам. Мари понимает, что ее отец – робот. Шишигами пытается добить Инуясики. Дочь тянет к отцу свою руку, но злодей хватает Мари и сбрасывает ее из небоскреба. Из последних сил Инуясики запускает свой реактивный двигатель и в полете пробивает металлический корпус Шишигами. После чего буквально над самой землей ловит свою дочь и исцеляет ее своей суперсилой. Инуясики снова взлетает на небоскреб, чтобы спасти тех, кто там остался. Прошла неделя. Из новостей мы узнаем, что Шишигами больше нет в живых, а осколки его металлического тела были разбросаны по всему городу. Инуясики завтракает со своей семьей. Дочь сохранила его тайну. Он собирается сделать глоток соленого супа, но вспоминает, чем это закончится, и ставит тарелку на место. Если вам понравился обзор, то можете подписаться и поставить лайк, это бесплатно. С вами был Мувикод и мы желаем вам оставаться на стороне добра.